Библейский портал экзегет.ру представляет И вот здесь, казалось бы, провал 129-й. У нас всюду торжество, всюду враги повержены, всюду Израиль торжествует над ними. А здесь песня восхождения. «Из бездны я возвал к Тебе, Господи, о Господь, услышь голос мой, Твой слух да внемлет моим мольбам. Господь, если Ты неотступно будешь следить за грехами нашими, кто тогда устоит, о Господь? В Твоей власти прощения и дострашатся Тебя люди. Уповая на Господа, душа моя ждет, на слово Его надеюсь. Душа моя Господа ждет сильнее, чем стражи рассвета. Сильнее, чем стражи рассвета. Да уповает Израиль на Господа, милосердие во власти Его, избавление во власти Его. Он избавит Израиль от всех грехов». Яркий образ. Душа моя Господа ждет сильнее, чем стражи рассвета. Кто служил в армии и ходил в караул, хорошо себе это представляет. Когда кончится ночная смена, очень утомительная и тягостная, наконец-то на рассвете сменят. И стражи, которые этого ждут, они, конечно, такой хороший образ людей, которые ждут. Вот там едва забрежило, вот розовое на горизонте появилось, уже скоро, уже скоро нам избавление, скоро придут и нас отпустят. И вот здесь душа ждет Господа именно так. Но в целом-то все в псалме довольно трагично, из бездны взываю. Господи, услышь голос мой, если ты будешь следить за грехами нашими, кто устоит? Что это? Вот, видимо, здесь на следующей ступени псалмопевец начинает понимать, что и у него есть какие-то причины вызывать гнев Господа. И какая-то его греховность, что-то, что он сделал, что-то, что происходит в его жизни. И он об этом говорит, да, я в бездне, но здесь уже эта бездна не определяется внешними врагами. Как было до сих пор, начиная со 119-го, с первой песни восхождения. Там на него нападают. В 128-й пахарь распахали мою спину, да, то есть провели какие-то борозды там, вот измучили меня, изранили. А здесь нет этих внешних людей, нет этих сил, которые на него нападают. Здесь он сам говорит, Господи, я оказался в бездне, в твоей власти прощения. Прости меня, если в чем я был грешен, я жду, что ты это сделаешь. Я жду этого сильнее, чем стражи рассвета. И завершается псалом, да уповает Израиль на Господа. Это касается всего народа, а не только его лично. И весь народ ждет какого-то возрождения. Всему народу нужно что-то вот такое, что позволит ему подняться над этими сегодняшними проблемами, выбраться из этой бездны, выбраться из этой ямы. Что это может быть? Или, может быть, кто это может быть? Вот 130-й псалом даст некоторый возможный ответ на этот вопрос. Продолжение следует...